Девушки отдыхают Единицы способны ее воплотить, сделав достоянием миллионов Французский романист Анатоль Франц был уверен, что умение ощущать реалии по-своему – право и удел мечтателей Он называл мечту могущественной реальностью, говорил, что именно они, мечтатели, способны слышать другие ритмы Следовать своими дорогами, видеть мир собственными глазами, осизать его вибрации и, подобно Камертону, откликаться душевной теплотой и кистью Открытое и искреннее восприятие действительности Его исторически клемят прагматики, но еще древние философы считали, где помыслы чисты, чисты и образы Творцы наива В основе их видения – необычайно тонкое чувство некрасоты, некое озарение, инсайт В искусстве видений их так и называют инсайтными художниками Классический наив – это чистая метафора в действии Корни его уходят в седые века Блаженны чистой сердцем, ибо они Бога узрят, так сказано в Евангелии Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное Не в этом ли концепция наивизма? Ибо наив – это искусство душевного тепла Это смелость смотреть на мир только так, как единственно желается Как единственно видится, как единственно пишется И делать выбор только свой Ведь каждый, как сказал поэт Юрий Левитанский, выбирает для себя Женщину, религию, дорогу Дьяволу служить или пророку Каждый выбирает для себя Наив – это состояние души Наив – это состояние сердца Сравнить, допустим, наив и реализм Вот есть молоко, а есть сгущенное молоко Вот для меня наив – это сгущенное молоко Потому что приходится вот все это сгустить То, что вокруг меня Выбрать то, что вот затронуло, а все остальное отбросить Этот человек – профессионал Давно вписанный в избранный круг профессионалов У него два специальных образования – художественное училище и ВГИК Но ему как-то легко удалось остаться как простым, так и неупрощенным Сохранить умение удивляться и удивлять Свежо и ясно воспринимать Не только окружающий материальный мир Но и его духовные основы Позволить себе столикой доброй иронии Словно оглянуться вокруг И органично вплестись своими творениями Слегка самоиронизируя В будничную круговерть повседневной жизни Сегодня он духовный наставник Совсем молодого семейно-просветительского проекта Телевизионного канала «Радость моя» Его собственный выбор духовен Но он абсолютно не оторван от земли По образованию он мультипликатор По избранному пути – священнослужитель По восприятию мира – художник-наивист В основе его нравственного креда Три абсолютно простых и жизненно важных Для него понятия Бог, его дети, его картинки Для него семья – место, где его понимают Основа любви – искренность Вера – потребность души Оттяга к кисти – продолжение веры Может быть, именно поэтому Он смог избежать сетей привычных стереотипов Не завяз в жестких конструкциях Раз и навсегда внедренных в сознание Живописных принципов и художественных канонов Он никогда не говорит никогда Все время учится Не приемлет лицемерия, лжи, напыщенности С горечью взирает на человека угодие Говорит, это когда человек готов свое лицо потерять Лишь бы угодить Сиение для него Он ценит чистоту отношений И простоту в общении Открытость в людях и честность Прежде всего перед самим собой Потому что когда человек начинает лгать сам себе Своим чувством, своему рассудку Своим знанием Тогда самые большие ошибки и заблуждения Собственно совершаются У него крошечная квартирка Полное отсутствие мастерской Живописные доски в авторских храмах И расписанная масляными красками Деревянная скульптура Его работы давно разлетелись по всему миру Многое из уже созданного Даже сам он может видеть Только на сайтах в интернете Превыше всего он дорожит теплым личным кругом И четырьмя своими сынами Счастье оно внутри нас Если оно внутри нас появилось Значит человек будет счастлив Вот хочется, чтобы дети Чувствовали вот эту вот радость Сердце своем Будет радость, будет счастье Вот такая скромная мечта У художника, отдавшего свою кисть Жанру наива Духовника, телеведущего Артиста Человека, который не может не писать И не может не служить Дмитрия Юрьевича Ершова Отца Дмитрия Конечно же, выбор у художника есть всегда В принципе, как и в жизни всегда есть выбор Либо туда, один путь, либо другой путь Либо это путь коммерческий Когда художник работает для того, чтобы зарабатывать Либо это путь некого творчества Сообразного с собственной совестью Этот путь, конечно, более затратный Менее выгодный И приносящий И муки И Преждевременное старение Может быть все, что угодно Не только старение тела Но и старение чувств собственных Наверное, вот как раз второй путь Второй путь и выбрал Для себя Федотов Он стал творцом эпохи перелома Одной из самых одиноких и трагических фигур В русском искусстве середины 19 века Он жил и умер непонятым Сегодня, когда его имя прочно вошло в историю мирового искусства Трудно даже представить, насколько неожиданными Стали его скромные, совсем не парадные жанровые сценки Как непривычно выглядели они в роскошных залах Рядом с огромными эпическими полотнами На исторические и античные сюжеты В принципе, работ Федотова не так и много Но такие вот маленькие жемчужины Попытавшиеся раскрыться души А в общем-то его раскрытие никто и не оценил толком Оно никому не было и неинтересно, и не нужно Сын суворовского солдата Сам офицер прославленного финляндского полка Веселый, острый на язык Гитарист и скрипач Поэт и блестящий рассказчик Он писал полковые марши, которые с выдушевлением Исполнялись вплоть до Первой мировой войны Он обладал голосом сильным, глазом цепким Уникальной фотографической памятью Необычайным чутьем на характеры Его любили за легкий нрав, за яркость, обаяние, за таланты Он будет обласкан августейшими особами и высшим светом Военное училище окончит первым Его имя при выпуске выбьет на мраморной доске корпуса Он дослужится до родного командира В 29 бросит все Уйдет в живопись, станет работать как каторжный Сутками, не отходя от мольберта При свете солнца, в бледном флёре луны Под тусклый отцвет от агарка, чадящей свечки Так неистово, что друзьям будет страшно на него смотреть Практически не получивший специального художественного образования Он всего за 8 лет создаст столько шедевров Что иному и во всю жизнь не осилить Начав так поздно, он однажды услышит от великого брюлова Вы меня обогнали Федотов вне каких-либо течений Художник, который был вне направления Который всегда шёл, в общем-то, своим путём И художник трагической судьбы, трагической жизни И трагического пути Слава и признание придут к нему стремительно И столь же стремительно его покинут Оглушительный успех и высшие академические награды Сменят травле, потом забвение Его всю жизнь будет гнуть груз ответственности Давить тоска одиночества и мучать вопрос Как помочь непрекаянным, гибнущим душам Загнанным в беспросветность Человек, который, может быть, очень хотел семью Который отказался ради семьи в пользу творчества Но его жертва оказалась, в общем-то, никому не нужна Может быть, это отчасти спровоцировало тот надлом Судьбы художника Который привёл его и к сумасшествию, и к смерти Потому что, когда человек жертвует всем Чего ему так очень хочется Его жертва не принимается И если эта жертва внутри человека ничем не поддержана Не укреплена Духовно, душевно, как угодно То происходит срыв Происходит надлом Как раз в судьбе Федотова этот надлом, собственно, и произошёл Он, такой открытый всем болем человеческим Такой добрый и жизнерадостный Превратится в тяжёлого ипохондрика и мизантропа Уйдёт из жизни в 37 с полностью помутнённым сознанием Он, так любивший жизнь и людей Проделает свой последний путь почти в полном одиночестве Над его скромной могилой прольёт слёзы лишь один человек Его верный денщик проводит и сгинет Неизвестно куда Честный реалист Социальный сатирик Полковой Рафаэль Русский мульер Маэстро комедии нравов В его жизни всё спрессовано Порывы и труды Лёгкая ирония и тяжёлые слёзы Триумфы и бедность Горячая любовь и холод пустоты Размах дара и краткость бытия Отпущенного на его реализацию И сегодня мы словно смотрим Многосерийное кино О нравах его века Его глазами Глазами замечательного художника-жанриста Павла Андреевича Федотова Который сам о себе говорил Учусь жизнью, тружусь Глядя в оба глаза Он не мог придумать предмет Прежде чем он его с натурой не напишет То есть всё появляющее в его картинах Так или иначе было писано с натурой Однажды бедную коморку Павла Андреевича Посетил полковой сослуживец Хорошо зная о стеснённых обстоятельствах художника Он был удивлён без меры Когда увидел того за накрытым столом С откупоренной бутылкой шампанского Вот, уничтожая натурщиков С улыбкой заметил Федотов Заворачивая рыбные скелетики в бумагу И наливая другу пенный бокал Ни шагу без натуры Таков был его самозатратный метод Он мог не иметь денег на хлеб Но потратиться, чтобы в точности передать игру света В кипении брызг благородного напитка Так было всегда и во всём Наверное, только очень наблюдательный человек Мог так написать посмертный портрет Биржевого нотариуса Флуга Работа была заказана родственниками И никто не ожидал, что художник совершит Настоящий переворот Стол, около него стоящий человек Отведя руку, он дальнозорко Вглядывается в строчки на бумаге Между фигурой и листом свеча Её не видно, есть только свет Такой инновацией не позволяли себе Даже прославленные голландцы Герои всех его картин Подобны персонажам пьес Островского Или Гоголя Типичны и узнаваемы И раздуты от глупой гордости кавалер В папильотках И воровато прячущий сухой огрызок Чёрного хлеба аристократ И молодцеватый жених Из сватовства Усиленно втягивающий дряблый животик И простоватый купец Не знающий, куда деть непослушные руки И упревшая в нервах Дебилая купчиха И сваха Пунцовая и суетливая Художник также точен И в деталях быта Он тщательно выписывает предметную среду И люди, и вещи Они все реальные персонажи Одной бесконечной пьесы Под названием «Жизнь» Которую подмечает, записывает, ставит Автор и режиссёр Павел Федотов Федотов художник очень тонкий Художник, который никогда В своих работах Лобовых каких-то сопоставлений И сравнений не допускает Павел Андреевич Федотов Родился 4 июля 1815 года Отец его Солдат славной Екатерининской поры Поротый, колотый, рубленый, стрелянный Он отдаст служению Отечеству 25 лет долгой Более чем 80-летней жизни Пробьётся в поручики Но последняя рана погонит в отставку Осядет в первопрестольный Поступит на должность секретаря В московскую управу благочиния Известно, что через 4 года Он будет уже женат На купеческой вдове Наталье Алексеевне Калашниковой Жили дружно Детей народили много Нежность и бедность Детство Павлуши Федотова От матери мальчик унаследует Душевную отзывчивость и деликатность От отца бескомпромиссную честность Чувство высокого служения родине И тяжкого солдатского пота Неполных 12 лет Павла отдадут в первый Московский кадетский корпус Впоследствии он скажет с горечью Меня судьба, отец и мать Назначили маршировать Учился блестяще Уже тогда проявил дар Характерного художника Но неизменно проваливал рисунок И черчение Причина была проста Он недоедал Делал работы за других Ему платили булками Нужда Она будет преследовать его всю жизнь Офицерство обязано было держать тон Обустроенный быт Собственный денщик Блестящий и бравый Внешний вид Сейтон Федотову Был не по карману Репутация полкового Рафаэля Тешило здоровое тщеславие Но Павлу этого было мало Он начал посещать Рисовальные классы Академии художеств Время между студиями и плацем Отдавал малым голландцам В залах Эрмитажа Ночами упражнялся Набивал рук Из-под его карандаша и кисти Вышло множество портретов Брата императора Одна из работ Встреча великого князя В Красносельском лагере Привлекла внимание Самой Августей Шассул Михаил Павлович Расстрогался Пожаловал живописцу Бриллиантовый перстень Картину освещения знамен В Зимнем дворце Обновленном после пожара Сам решил показать Уже императору Павлу Первому Последовало высочайшее повеление Предоставить рисующему офицеру Добровольное право Оставить службу И посвятить себя Живописи С содержанием по 100 рублей Ассигнациями В месяц Но лишь через 7 лет В 1844 Федотов подаст прошение Об отставке И подобно отшельнику С головой уйдет В живописные труды Со скрипом Влеклась телега лет Их тянули самоотверженность И каторжная целеустремленность Каждый день Федотова Был одинаков Подъем на заре Ледяное обливание В любое время года Пара часов толкания В толпе Типажи Лица Скудный завтрак И работа Пока рука Держит кисть Федотов Как я его вижу Был человеком Кристально честным Кристально чистым Который не мог Идти на какие-то компромиссы Его холодный Печальный дом Он никогда так и не узнает Тепла женских рук Говорил Меня не станет на две жизни На две задачи На две любви К женщине И искусству На самом деле Павел Андреевич Слегка кривил душой Так было не всегда Еще в бытность Бравую офицерскую Он полюбил 18-летнюю Катеньку Головачеву Со всей пылкостью Юного сердца Она ответила взаимностью Но родители Быстро испугали Ее нищетой избранника Выдали замуж Не по любви Лишь в 1848 Федотов вырвет Занозу боли Он сконцентрирует Ее В сватовстве майора Лицо убегающей В смятении И жеманстве невесты Лицо Его Кати В любви Земной В любви К женщине Вот Эта единственность Может быть она так и сохранялась Может быть поэтому Федотов и не мог Тебе позволить Как-то Поиск другой любви И вот этот Трагизм Надлом Той любви Отринутой В нем так До конца его дней И оставался Как раз в работе Сватовства майора Может быть это И выражено Именно больное Для него самого Сватовство Стало Триумфом Принесло ему Заслуженную славу И звание Академика Правда Не без протекции Всесильного Грюлова Федотов как раз Никогда не пытался Себя выпячивать Художник Который сидел Тихо Творил Тихо Поэтому у него И работы В общем-то Маленькие Они у него Камерные Работ больших У Федотова нет Формат Работ Федотова Хоть он и мал Но он значительно Больше своего формата Это картина Которая Могла бы Выдержать Увеличение Многократное Павел Андреевич Был пронзительно Участлив Не принимал Жестокости Грубости Меркантилизма Биографы Отмечают его Просто фантастическую Наивность Полное Отсутствие Чувства Зависти Злости Он никогда Не помнил Дурнова Словно Подсознательно Фиксировал Только доброе А собственные Разочарования И безотрадность Таил лишь В глубинах Своего сердца То, что От ним давалось Легко Рощерком пера Для него Это был тяжкий Очень длительный Кропотливый труд Он месяцами Писал свои работы А если Художник Хочет блистать В то время Да и в общем-то И в наше время Требуется работать Быстро Потому что Сделал Удивил Хлебо и зрелище Надо удивлять 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 Наступило Всеобщее Охлаждение К Федотову Газеты обливались Желчью Картины были названы Крамольными Меценаты Еще вчера Рвавшие его Картины из рук Пошли на попятную Угас Отец Одна из сестер Овдовела За долги Ушел с молотка Родительский дом Федотов Отчаянно Работал 1852 Наступала пора Драматических Полотен До полного Сметения души И смерти Всего несколько Месяцев Вдовушка Полотно Тупая Игла в сердце То плач По горькой Судьбе Сестры Не знаю Сколько это правда Но есть История о том Что Вдовушка У него не получалось А потом Ему приснился Брилов И вместе с Бриловым Они во сне Всю картину Прописали То есть По крупицам Глубокая Глубокая зелень Тени Гасят глубину Тяжелый комод Описанный Судебными Приставами Небогатый Скарб Женщина Прекрасная Как ангел Писаная С лиц Детей Товарища И классических Античных Гипсов Все То, что у нее Теперь только ее Фотография мужа Венчальная икона Дитя под сердцем Да тонкий лепесток Свечи Свет идет от нас Мы ее своим взглядом Как бы освещаем Высвечиваем Если убрать наш взгляд То кажется, что вообще Все погаснет Там темнота будет полная И останется только вдовушка И тот портрет за спиной Портрет самого Федотова Изобразил свою сестру После смерти мужа Но вместо портрета Ее мужа Изобразил портрет свой Почему он это сделал Трудно сказать Какое-то отождествление Возможно было Почти сразу же После вдовушки Павел Андреевич Напишет, наверное Самые праведческие Свои холсты Анкор еще анкор И игроки Сжатые пространства Кирпичные тона Корявые тени на стенах Люди маски Фигуры манекены Человек бездумно гоняющий собаку Картежники Жертвы Растратного времени На кону стояла Жизнь Это мир Человека в червей Это клетка Где подобно Несчастному пуделю Мечется в тоске Затравленное Кровоточащее сердце Самого художника Пожалуй никто В искусстве До Федотова Так глубоко Не проникал В бездну Загнанный В тупик Души Анкор еще анкор Работа Которую я Очень люблю Меня напоминает Работу Рембрандта Когда мне было Лет 12 Она была для меня Вообще непонятной Когда первый раз Я увидел На открыточке Или в книжке Я не понял Что это такое Но вот Какое-то Мерцание красок Меня завражило А потом Когда уже Стал рассматривать Более внимательно Задумываться Над происходящим Работе Она начинает По-другому раскрываться Здесь вообще Какой-то вечный двигатель Несмотря на то Что всего Грубо говоря Два персонажа Герой и собака Вот это вот Постоянное прыгание Оно Очень Удивительное Как я похож На этого бедного Пуделя Очень скоро Признается Федотов Анкор Еще Анкор Говорит мне Судьба И я покорно Принимаюсь Перепрыгивать Через очередное Препятствие Как я Устал Он опускается До просьбы денег Кропает копии Со своих же картин Замучивает Головные боли И приливы Крови к мозгу Он почти Ослепает Состарится Не по летам Седина Выбелит Не как до Буйную шевелюру Душевный недуг Расстроит Сильный Жизнелюбивый Нрав Друзья И академическое Начальство Поместят его В одну из частных Петербургских Лечебниц Но болезнь Уже будет Необратима Мучиться Павел Андреевич Будет страшно За две недели До кончины Рассудок Вдруг просветлеет Но 14 ноября 1852 Федотова Не станет Он отойдет На руках Верного слуги Лишь на 4 месяца Пережив Своего кумира Карла Павловича Брюло В истории болезни Напишет Умер волею Божьей От грудной Водяной болезни Так он уйдет Как любил говорить сам В червивую коморку О его кончине В печати Не будет Ни слова Это не сатира Это не юмор Это не сарказм Это взгляд со стороны На тот трагизм ситуации Который он изображает Грустный взгляд Но в принципе Который не пессимистичный В взгляде Федотова Есть оптимизм Он не уничтожает Зрителя своим пессимизмом Потому что пессимизма В нем нет Такой некий анализ Того, что происходит В самом художнике Анализ того, что он сам Переживает в себе И этот анализ Входит на холсты Живописец и мультипликатор Федотов и Ершов Реалист Выболевший душой Горький взгляд На действительность Художник Избравший путь Служения Богу Их выбор Право На собственный взгляд Горький взгляд Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин